всем привет подписчики канала и жители екатеринбурга в принципе узнали локацию у меня за спиной да мы опять в аэропорту кольцово прошло пару месяцев нет парни три-четыре месяца мы снова летим в казахстан в этот раз на курорт город актау город порт на берегу паспийского моря говорят там очень красиво настраивает отеля аквапарки очень-очень хорошо и не многолюдно и тепло что немаловажно будем все снимать как всегда все вам буду показывать оставайтесь на канале подписывайтесь удачи актау портовый город на юго-западе казахстана областной центр мангистаузской области в разные годы своего существования город носил различные названия 1961 по 63 поселок актаузский 63 по 64 город актау с 1 июня 64 по 13 сентября 91 город назывался шевченко в честь украинского поэта тараса шевченко находившегося в середине 19 века здесь ссылки после распада ссср актау в основном стал центр разработки нефтегазовых месторождений как старых открытых еще в двадцатом веке так и новый климат актау пустынный заслушливый на начало 2020 года население города 183 тысячи 97 человек составе территории городского акимата 187 тысяч 690 человек пляжный сезон в городе длится с конца мая по конец августа когда море нагревается средняя температура воды в море плюс 18 городе имеется множество современных баз отдыха и пляжей в районе города октаву море большую часть года холодно что же приключение начинается уже в аэропорту на 6 задержан на 6 часов на 7 часов даже до 17 50 5 можно было вылететь в 11 10 как не знаю будем думать где-то тусить нам проще вернуться домой здесь недалеко проживаем от аэропорта полчаса точно значит поедем домой все-таки здесь ждать не будем а зеленый коридор закрыт даже спросить не у кого то есть вообще сейчас утра полом ни один рейс международный выполняется что случилось непонятно вот появилась какая-то ясность сходили на стойку продвинуться не вылетел борт еще и за зал который должен был нас забрать он еще у него только планируемого 1102 туда полетать плюс два с половиной часа плюс от ворот ну то сейчас будем смотреть на табло нам сказали какой риск смотреть будем смотреть поедем пока город обратно но будем ждать вернемся обратно что же дубль 2 мы снова кольцово наш самолет должен пролететь через полчаса все хорошо будем грузиться я буду вам показывать ну все прошли паспортный контроль зоне ожидания теперь самолет водит ну по новому расписанию теперь правильность на 55 все сидим ждем осталось полчаса до посадки конечно последнюю минуту забежали до конца регистрации была одна минута вот было бы смешно опоздать на опоздавший рейс вот ну все нет сидим все хорошо нам скоро полетим и и и и и и и и ну вот мы наконец-то прилетели в октаву время полдесятого а должны были полететь 13 почти 12 часов дороге сейчас будем проходить паспортный контроль и будем на ленте все и вещи заживала ели свои чемоданы откопали даже побежал с паспортного контроля быстрее не зажавшись паспорта ну все мы наконец-то выгрузились получили багаж поменяли немножко или там сейчас заплатить за отель завтра утром пойдем пополнять свою карту которым открыли в алмаке на мая посмотрите видео здесь посылки будет где-то вверху вот и хотим просто вплатиться карты потому что там хэшбэк хороший вот эта карта travel центробанка сейчас ждем такси кстати лайфхак до сих пор него запомнили брать такси в аэропорту можно нарваться как его называют туристический налог то есть таксисты берут три шкуры некоторые я не говорю что все но в казахстане прекрасно работает яндекс такси и прекрасно списывать с нашей если у вас привязана даже виза какая-нибудь шипербанка как у меня прекрасно все списывает с этой самой визы вся оплата проходит так что имейте ввиду так все ну дальше сейчас уже видимо в отеле будут показывать у нас отель а вот доехали до отеля нет напротив это не наш отель это какой-то газпромет местный а вот наш отель сейчас пойдем заселяться так ну вот на это же номер номер 625 на место поставлю вот но значит это номер бизнес называется сделали апгрейд на одну ночь только потому что у нас сейчас разберусь где-то свет включается а большого числе большого-то вообще света нет ладно ну вот отсюда попробую поснимать чтобы видно было вот сделаю это были до представительского но только завтра потому что сейчас заняты номера вот ну вот так выглядит бизнес номер отеля холидей завтра покажу вам значит выглядит представительский это для делать апгрейд для членов клуба речь и а джейдж проходит холидей вот это ванна была это спальня эпоха конечно пожить в таком номере постоянно но вот мы приедем другой я покажу представительский номер а всем привет сегодня утро воскресенье вышли из отеля позавтракали сейчас сначала и какие дела есть потом почет погуляем потом нам нужно будет переселиться в в другой номер и потом секунду допустите прошу прощения техническая пауза вот нужно будет переселиться в другой номер и вот уже потом после обеда пойдем исследовать пляже температура сейчас уже плюс 28 все дни сколько мы здесь вы обещают 33 35 небо чистое тепло очень все буду снимать буду показывать что пойдем погуляем по городу немножко поделать свои дела и дальше уже по плану ну конечно очень тепло все ветра нет и не многолюдно конечно может быть сегодня потому что воскресенье но людей очень мало на улице сейчас зашли в торговый центр купили воды под кондиционером конечно хорошо а так печет хотя еще сейчас только 10 утра то у нет привычных названий нам районов есть только номера вот второй район указатель 4 район 4 а и когда спрашивали вот мы здесь искали было нужно найти адрес а там в двенадцатом в двенадцатом районе вот так интересно кстати такие указатели стоят везде вот сколько мы сейчас гуляли практически на каждом перекрестке ну что ж вот и первая помарка ну нормально все получилось поехали из отеля на пляж посмотрели в интернете пляже какие пляж нурплаза отличный пляж песочный все но появились водитель такси выяснилось что пляж закрылся еще раз три года назад хотя интернет об этом не знает вот он подсказал нам пляж достар это коммерческий пляж вход 500 тенге с человека сейчас зашли на территорию посмотрим что там как там нового говорят не просто даже есть полу маленький аквапарк на улице становится все теплее и теплее ну что прикольно белый песочек мелкий и вообще не многолюдно много свободных зонтиков мне пока нравится не жара конечно так вообще выглядит неплохо от пойдем займем конечно бесполезно да вот нас перебили женщина пришла за зонтик взяли 3000 тенге это примерно 300 400 рублей вот там вот еще есть под крышей лежаки там 3500 ну можно будет доплатить 500 тенге если захотим переехать вот информация по пляжам в интернете противоречивая мы поехали вообще на один пляж но нам таксист сказал что тот пляж закрыт уже три года вот он нас сюда привез ну так же повторюсь яндекс такси работает цена вообще очень демократичную вот пока отдыхаем ну вот так вот выглядит каспийское море вода чистая правда холодная даже на мелководье температура 18-20 градусов почему так непонятно смотрели на гугле есть тепловая карта текущей температуры сейчас вся береговая линия холодная синяя только ближе к центру оранжево-красная но на контрасте это очень вообще хорошо потому что сейчас на улице плюс 36 и прям хочется в такую воду окунуться полежать охладиться потом снова идти на солнышко греться загорать детьми вообще самое то потому что мелководье очень далеко распространяется сложно глубина вот там вот если видите люди еще идут им даже ели по пояс людей не очень много даже считать что сейчас уже первый час точно хорошо самое главное что нет вот этой как афонии которая на наших пляжах сочи в стандартском крае в крыму я там с одной стороны музыка играет там приглашают покупаться то на бананах то еще что-нибудь вот здесь этого нет очень тихо особенно на пляже научат здесь ну воде понятно дети там играют купаются но это все естественные звуки очень приятно очень приятно отдыхать очень рекомендую пока пока это все не превратилось что сейчас творится на курортах краснодарского края в турции может быть но у туристов из россии сейчас очень много едет очень много вчера у нас был полный борт из екатеринбурга самолет у нас летает два раза в неделю вот так по вторникам и субботу ну вот как я и говорил мы сегодня переселяемся другой номер секрюте в представительские это для членов клуба заходить не очень удобно сейчас пусть я пишу с чемоданом закачу нет хочу так чуть пошире сделаем как то вот прихожая до стены вообще неплохой огромная ванна гораздо больше гораздо больше чем у нас бизнес ну сам номер чуть поменьше здесь отдельная прихожая но один один одна комната что у нас из окна до окна выходят окна выходят на анод как раз на проспект шевченко вот там вот он мы по нему может быть сегодня еще сходим может быть завтра пойдем гулять вот тогда неплохо номер тоже достаточно большой так что понимать просто не цены на некоторые продукты супермаркете то есть вот овощи фрукты что здесь лимоны 1362 денге за килограмм киви 2400 денге молоко сметана сметана это местное производство там было сетевое просто квашеную песни изделия цена тоже в тенге за килограмм поэтому что-то свинина это свинина все здесь пошли полуфабрикаты из говядины курица пиво кому-то из наших телезрителей может быть будет интересно стоимость крепкого алкоголя водка коньяки различного здесь у нас вино красное белое да то самое главное что с 9 до 12 соответственно продажу алкоголя будьте внимательны хлебоволочные изделия хлебоволочные обиды я покажу Вышли вечером погулять. Прямо за отелем аллея имени Шевченко. Ну как она у нас по картам называется может быть. Так, ну здесь по крайней мере есть два памятника Шевченко. Вот, и она выходит прямо на набережную. Погуляем вдоль набережной. Вечером сейчас не так тяжело, солнце уже низко. Хотя очень тепло до сих пор, но не печет сверху. Вот, там же в районе набережной есть скальная тропа, так называемая. Вечером она красиво подсвечивается, с красивым гротом. Тоже дойдем. Буду все снимать, буду все показывать. Ну вот, дошли до конца аллеи. Сейчас перейдем дорогу, попадем на набережную. Вот памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. Вахтау, в Астане. Здесь дикий пляж. Каменный. Люди купаются, причем массово. Очень много людей. Сейчас мы спустимся на набережную. Единственное, что минус, здесь много лестниц и нет спусков для коляски. Вот это как бы не очень хорошо. Прошли немного в сторону. Вот здесь есть спуск нормальный для колясок. Широкий и достаточно пологий. Надо было нам вот сверху от вида пойти не направо, а налево. Вот если будете так же идти, как мы, по аллее Шевченко, когда вы плетесь в видовую площадку на море, если вы с коляской поворачиваете налево. Самое начало скальной трюпы. Здесь, конечно, с коляской вообще не пройти. Ну, то есть мы сейчас либо понесем на руках, и коляску сложим, понесем отдельно. Вот. Потому что здесь, там, очень много лестниц. Ну, вот участок с лестницами прошли. Первый. И дальше уже достаточно полого, то есть ровно уже без лестниц. Можно спокойно погулять с коляской. Здесь, кстати, тоже можно спуститься где-то из города. Сразу, чтобы на лестнице не попадать. Вот. Сейчас солнышко скроется. Должны включить подсветку скальную, живописную. Дождемся темноты. Посмотрим. Пока гуляем вдоль набережной. Уже по нормальной, ровной поверхности. Изобрели в ресторан на скальной тропе. гуляли, увидели отель с террасой, с рестораном. И, наконец-то, поедим от титра, заказали. Сейчас, кажется, будет еще живая музыка. Терраса Силкарей. Сегодня для вас будет выступать Натали. Я желаю вам приятного вечера и хорошего настроения. Приехали в аквапарк Лагуна. Он располагается возле, на территории второго отеля Холидвин, который находится в Актау. Кто заселяется в этот отель, проходят аквапарк бесплатно. Все остальные, ну, можно за деньги. Сейчас почему-то не пускают. Какие работают, непонятно. Либо какой-то принцип запускать по какой-то очереди. Ну, сейчас разберемся. Пока вот такая очередь. Зашли, наконец-то, в кассу. Досмотр небольшой. Но воду с собой проносить свою нельзя. Ее можно оставить на охране, подпишут в бутылку, потом при выходе дадут. Воду можно покупать только там, снаружи. На анкету возьми. Спроси на всякий подарок. Вот так выглядит мужская раздевалка. Ну, все стандартно. Приложил, закрылась. Приложил, открылась. Любой нам еще на кассе, в качестве извинения, за что мы бегали, ребенку вот такой надувной, ну, и штуку такую подарили. Вот. Это просто так. Ну, тоже приятно. Костичок, а приятно. Ну, на всякий пожарный сниму еще инструкцию. Пользоваться. Ну, вот он аквапарк. Так выглядит вот здесь. Зону с горками. Там вот наверху бассейн первый. Трежеки. Там вот дальше бассейн с волной, который... Ну, сейчас вниз скучусь еще. Пройду тоже по территории. Покажу. Вот это взрослый бассейн. Достаточно большой. И сразу в кафе и диджей играет музыка. Волна пошла. Не, ребят, приезжайте лучше до обеда. Часов в десять, в одиннадцать. Ну, вот сейчас выходим. Время два, третий. Народу на входе вообще очень много. Тут вообще не двигается. И внутри гораздо больше стало. Так что лучше до обеда. Время два, третий. 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 вот мы добрались до начала вот устроены набережной есть тоже небольшой пирс так сказать лежит осетр из цветных камушков разноцветный справа и слева и справа нет слева продолжается дикий пляж люди купаются люди подходят после разговора что вода очень теплая вот но здесь не очень комфортабельно кино и камни ну вот мы и вышли на набережную протяженностью она уточнить конечно на справочнике где-то судя по карте около двух километров наверно такая мощеная красивая с портиками с пальмами с местами для игр и отдыха сейчас по ней пойдем там какие-то еще мы ехали на машине мимо какие-то композиции скульптурные стоят детские площадки мы приехали парк это который приятели рикс за тоже безходи научить пока нет стоимость прохода одиннадцать тысяч тенге человека территория гораздо больше чем гораздо больше сейчас будем смотреть снимать как всегда показывать так выглядит фойе билетные кассы зона отдыха и магазин небольшой товаров все купили мы билеты дали нам браслетики 17 акционов от и них спадом то есть входит стоимость стоимость я там немножко говорился не 11 13 тысяч 500 на человека вот шкафчики платные если вы хотите какие-то вещи оставить можно будет за шкафчики доплатить и у нас все с собой вроде мы будем по очереди сейчас пополним браслет депозит потому что нигде наличные карты не принимают на территории только депозита браслета депозит потом но остаток не потратили возвращает при выходе вот первый маленький бассейн шлейф лягушатник белый песочек как на пляже в зонге а вот же этот бассейн он с волной который посол на парк пока не идет ну конечно побольше чем в лагуне в зону колесо обозрения почему-то не работает все закрыто почему спросить не у кого работница в кафе сказала что просто не работает и все очень жаль наверно открывается прекрасный вид на весь парк но зато мы нашли вход на пляж на море сейчас пойдем зайдем на пляж посмотрим да вот вход вход прямо на пляж также шезлонги зонтики все оборудовано и можно покупать такая прогулочная аллея есть даже пирс у меня нет надежды не попадем забор это уже на территории вексуса это только для клиентов вексуса прогулочная аллея она прям вот длинная длинная еще велодорожка то есть может быть кому-то в такую же руд захочется на велосипеде покататься еще ресторанная зона то есть не просто кафе нормальные рестораны заражный депозит осуществляется в любой кассе но чтобы не стоять очередь вы можете вот в этом терке сделать регистрацию карту камера конечно не выхватывает но очень много людей на пляже жара спала все идут едут на пляж это вечером аэропорта октау в принципе достаточно большая медали и поменьше кондиционирование работает все хорошо идем посмотрим выход оборудованы рукавами так что и шанс что все таки приедем не на автобусе хотя вряд ли вот только что приземлился самолет а не слетел аэростана еще один готовится к вылету ну чтож вот и закончился наш отпуск мы в зоне вылета аэропорта октау пришли за досмотр ну конечно ничего не буду говорить им это надо все развивать сейчас вылетает всего два рейса в екатеринбург в москву досмотр организован слабо то есть всего одна линия досмотра причем смотрят начала человек с ленту очень долго это людей не так много вот здесь по и по и и два риса 22 благотворения но даже мелочи там в принципе показалось себе достойный тролль есть чем заниматься есть и погулять пока не берет сезон когда мы были в начале августа очень тепло я бы даже сказал развивается отельные сети то есть турецкие векса с международный сетевые холидей в одном из них жили ехать ехать можно ехать стоит тем более альтернатив сейчас не так много поэтому приезжайте в казахстан приезжайте в октаву отдыхайте сами отдыхайте с детьми подписывайтесь на канал ставьте лайки увидимся пока и